Добрый день. Кинопанорама с Юрием Рязановым. У нас в гостях Борис Соболев, тележурналист и автор журналистских расследований. Здравствуйте, Борис. Два года назад вышел документальный фильм «Ваш коронованные особи», где вы рассказываете о том, что такое конкурсы красоты в России. Смотрите в фильме. Как торговались за победу в «Миссис России» и чья финансовая передача в итоге достигла цели. Не надо меня спрашивать. Жена футболиста Жиркова пытается объяснить, за что ей дали корону. Шоу «Краса России», судьи, от которых якобы что-то зависит. Зрители могут не сомневаться. И деньги, которые на самом деле решают все. Такой конкурс, его нужно вообще с потрахами купить. После выхода в эфир вашего фильма стало меньше таких конкурсов в «Кресты». Ну, меньше их едва ли стало, но они стали потише. Не только, я думаю, из-за фильма. Атмосфера немножко в обществе меняется. Откровенно безобразные мероприятия стали совсем прятаться. То есть, например, рекламы детских конкурсов я сейчас почти не вижу. Они есть в интернете, на собственных сайтах, но они перестали вывешивать баннеры на других сайтах. Я не вижу на улице никаких плакатов этих мероприятий. То есть, они стали такой сектой для своих. Что касается этих конкурсов для взрослых, они, конечно, все проводятся. Но вот эти вот бандерши, которые являются в России владелицами этих конкурсов, они стали потише. Они и сами не лезут так в гламурные журналы. Как-то стесняются. Ну, поскольку, в общем, разоблачение было довольно громким, посмотрело народу много, и на них просто начинают показывать пальцем. А, это та самая, которая там за столько-то тысяч евро продает эти короны. А, ну, все понятно. Ну, поэтому у них сейчас, видимо, временно лучше как-то побыть в тени. Борис, ну, вот, кстати, если вы говорите о детских конкурсах красоты, ваше мнение, там нужно сделать четкий регламент или просто детские конкурсы красоты взять и запретить, чтобы их не было в России? Ну, ведь был законопроект в Госдуме, который, к сожалению, как многие законопроекты в наше время остается пустым колыханием воздуха, о запрещении подобных мероприятий. Я считаю, что это правильный был законопроект, и в тексте там верно было сказано, там употреблялось не слово «конкурс красоты», а мероприятие с участием несовершеннолетних, где демонстрируется, значит, где соревнование идет по, значит, телесным каким-то качествам. Не знаю, блин на ног, форма носа, там, еще по каким-то там очертаниям. У них еще никаких очертаний-то нет, поэтому что там может быть у девочки, там, десяти лет, да? Но, однако, вместе с тем, во Франции ведь это запрещено, вся эта история, и правильно сделали. Я думаю, что, уж не говоря о каких-то строгих странах, например, мусульманского мира, где вообще ничего подобного представить себе нельзя, просто даже в страшном сне. Просто бошку отрубят, этим все кончится, всем участникам и участницам. Я не призываю совершенно скатываться в средневековье, но то, во что превращены эти конкурсы детские, по крайней мере, в России, ну, конечно, это, в общем, такое сообщество из родителей с больным тщеславием. Просто люди с не сложившейся, не задавшейся судьбой пытаются каким-то образом компенсировать свои неудачи в детях. Им кажется, что они дарят ребенку какой-то шанс, какой-то путь, какую-то там, ставят его на какую-то звездную дорогу. На самом деле, это же ясно, что это дорога на панель, больше никуда. В самой основе всех этих конкурсов обман. Что обещают участницам? Участницам обещают необычайную звездную будущность, что это дверь на какой-то там гламурный олимп, что это вас выведет в элиты общества. Там Рублевка, значит, Лазурный берег, замужество за олигархами, работа там на подиумах и так далее. В России нет модельного бизнеса, потому что нечего рекламировать, у нас нет легкой промышленности. Очень небольшое количество модельеров, предлагающие очень небольшое количество каких-то своих изделий, все это укладывается в осеннюю неделю моды и весеннюю неделю моды. Если посчитать всех участниц этих подиумных мероприятий, там у Юдашкина, у Зайцева, еще там какие-то, это где-то, мы так примерно прикинули, это примерно 30 барышень, которые еще бегают с одного мероприятия на другое. То есть, весь легальный, честный рынок труда для этих девушек, это 30 рабочих мест на всю страну. Все. Больше ничего нет. А модельные агентства, в которых огромное количество, ежегодно выпускают тысячи этих длинноногих красавиц, конкурсы красоты, которых в России несколько десятков, ежегодно награждают коронами сотни этих всех мисс Очарования, мисс Обаяния, мисс Волга, мисс Северная Двина, Москва, Питер, что угодно. Только плати, любое звание будет. Ну вот они выходят, они что-то побегают туда-сюда, выяснят, что работы нет, ничего нет, но дальше выясняется, что только эскорт-агентство. Правда, 300 долларов за ночь, а не 100, как у всех остальных. Не кажется, что вот эта вот сама суть вот этих конкурсов красоты, она чужда настоящей российской духовности и нравственности? Во времена царства царя Гороха я не жил, не знаю, что там было, понимаете. Во времена, когда существует уже письменная история, понятно, что с духовностью и нравственностью в России всегда были более или менее серьезные проблемы. Людей, о которых раньше говорили праведник в миру, их всегда было мало, боюсь, что сейчас мало особенно. В нынешней нашей реальности никакая пакость не чужда. Я бы не стал идеализировать духовность общества, где убийств в 10 раз больше, чем в Европе. Где краж в 30 раз больше. Где каждая вторая автомобильная авария со смертельным исходом заканчивается тем, что преступник сбегает с места аварии. То, что мы показали, это один из всего лишь маленьких нарывов. Но поскольку наше тело, к сожалению, все покрыто уже не нарывами, а язвами, ну с чего-то надо лечить. Вот ваш фильм «Коронованные особи», он реально наложил бальзамы или йода на эту язву. На мой взгляд, стало намного меньше рекламы. А реклама – это все-таки двигатель прогресса или, наоборот, регресса. Двигатель всего того, что насаждение, как говорится, привычек чуждых нам, я бы сказал, честно, западных, привычек европейских. Какие-то вот еще язвы вы собираетесь лечить? Сейчас готовлю фильм о колдунах, экстрасенсах и всех этих оккультистах, которых сейчас тоже очень большое количество. И надеюсь, что тем, кто этот фильм посмотрит, станет ясно, что это за мир, даже так, это мирок, который в последние годы активно рекламируется, в том числе и по телевидению, что греха таить. И огромное количество людей становится жертвами всей этой мракобесии. Если мы вернемся к нашей теме, если мы сейчас поднимем вопрос о стриптизах баров, считаете ли, что они полезны и не являются ли они, на ваш взгляд, обычными притонами? Пока это услуги для ограниченного круга страждущих, пока нет рекламы, пропаганды и навязывания, то это естественно, это удовлетворяет естественную человеческую потребность. У человека есть сексуальные потребности, зачастую они не удовлетворены. Вопрос в том, что когда начинается культивирование и реклама, это уже другая песня. Это, собственно, то же, что произошло с проблемой гомосексуализма в России, ну, как я это воспринимаю. Пока эти ребята сидели тихо на своих дискотеках, на своих интернет-форумах, в своих замкнутых сообществах, меня это абсолютно никак не затрагивало. Грубо говоря, как только под моими окнами кто-то захотел ходить с этими, значит, радужными флагами, это начинаешь воспринимать как покушение на культуру, на нормальное духовное пространство. Это совсем не то, чему воспитывала мама, чему учила мама. Мне не хочется жить в таком вот пространстве, мне жить не хочется. Так же и здесь. Пока эти все стриптиз-клубы существуют в каких-то замкнутых своих пространствах, кому надо, найдет, пойдет. Да ради бога. Но когда этот журнал «Флирт» засовывают под лобовое стекло любому, всякому, и ты должен на это смотреть, ну, позвольте, это уже начинают вмешиваться в мое пространство. Я этого не хочу. Вот это вот обилие рекламы, оно реально пугает. Наверное, неплохо бы, чтобы Дума приняла бы закон о том, чтобы снять такую рекламу с улиц наших городов, а оставить, скорее, может быть, как-то как и с казино где-то, выделить какие-то отдельные зоны, отдельные города. Едва ли это федеральное собрание будет заниматься рекламой стриптиз-баров, но то, что муниципальные депутаты вполне имеют полномочия вот это все ограничить, было бы желание, слушайте. Я думаю, никаких проблем нет совершенно на уровне Москвы, Ростова или какого-то другого города ограничить размещение такого рода рекламы. Ни малейшего. Значит, не хотят. Ну, я знаю, что вот губернатор Белгородской области как-то справляется с такой рекламой, но все равно это закон о рекламе, это закон федеральный, это все-таки надо выносить на... Это вопрос не мелкий, это общий вопрос политики. Сегодня вот идут серьезные гонения на журнал «Флирт», я это реально приветствую, в плане тем, чтобы ограничить распространение и проституции этого журнала «Флирт», который... Дай бог, чтобы эта история закончилась тем, что кто-то будет наказан. Боюсь, что этот флирт, либо другой какой-то соседний, флирт-2, обязательно на этом месте снова произрастет. Потому что запрос рынка есть, а действия закона нет. Когда почти все, огромное количество уголовных дел на наших глазах разваливаются или просто испаряются, вот потом через год хватишься, а где? А даже нельзя найти ни следователя, ни... А где же дело-то? Ну где? Вот можно саму папку увидеть? Ну она где-нибудь там под ножкой сейфа, там, самого последнего, за батареей. И, к сожалению, это введено уже в практику. Поэтому, если это дело не рассосется, не растворится, и мы увидим, что кто-то получит хотя бы условно, хотя бы, уже про реально даже поверить невозможно. В нынешних реалиях даже поверить невозможно. Хотя бы условно уже будет послушать. Большое прогрессивание. Торжество закона. Борис, ну давайте верить в самое хорошее. Еще раз повторяю, у нас в гостях сегодня был Борис Соболев, тележурналист, автор журналистских расследований. Спасибо вам. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»